Какие проекты реализованы в Краснодарском крае? Какие проекты реализованы в Краснодарском крае? КФХ «Боровец» и КФХ «Гетманов». То есть это действительно хозяйство, которых поголовье дойного стада составляет от 60 до 70 голов. Предыдущий Павел Александрович говорил, имеют ли смысл такие фермы вообще в России? Наверное, имеют, потому что размер фермы, он зависит прежде всего от обеспеченности кормами, от географии расположения. И есть местность в России, где крупная ферма как таковая вообще невозможна. И на таких фермах возможно получать прибыльное молоко. И таких примеров достаточно много, прежде всего на севере нашей страны, в стране северо-западе. И первые роботизированные фермы, которые начали появляться в России, это с 2006 года, 2007 год. Вот это Вологодская область, где уже в то время нехватка рабочих рук присутствовала. И это были, да, небольшие фермы, где-то 200, 300, 400 голов. И они до сих пор успешно развиваются. Общий парк доильных роботов России на сегодняшний день около 900 единиц. Это количество роботов всех поставщиков. То есть дуется сейчас не менее 50 тысяч животных. То есть это совсем небольшая цифра. Но при этом ежегодный прирост роботов в России составляет 10%. Более 30% из этих 900 штук установлены за последние 5 лет. То есть в последние годы количество продаж роботизированных систем увеличивается. В мире на сегодняшний день установлено более 60 тысяч роботов. Только доильных роботов. При этом в Дании и Швеции более 25% всего поголовья доится уже на роботизированных системах. В Нидерландах больше 20%. Бурный рост роботизированных ферм происходит в Северной Америке, где преобладают крупные фермы. Но тем не менее ежегодно продается там от 700 роботов и более. И в Германии. Как я говорил, первая роботизированная ферма в Российской Федерации была установлена в 2007 году. Это Вологодская область, хозяйство Заря. В настоящее время там работает уже, по-моему, 18 машин. Самая крупно роботизированная ферма на сегодняшний день в Акиноагре, Рязанская область. Там работает 33 робота Дуэра. А самая крупно роботизированная ферма в мире – это Агрикола Анкали. Это страна Чили. Там на сегодня трудится 74 робота. Но типичная роботизированная ферма – это ферма на 2-4 робота, до 6-8. Это то, что мы имеем сегодня. С прошлого года компания «Деловаль» запустила в производство роботы нового поколения. Они уже работают в России. Это так называемая модель В-300. Уже установлено 75 штук. А всего «Деловаль» установила на сегодня 392 машины в России. Роботизация – это, по сути, происходит цифровизация всех процессов на молочной ферме. То есть робот контролирует процессы доения, контролирует здоровье животных, процессы кормления. И человек получает в удобной форме в виде листов предупреждений, а также отчета, все, что происходит на ферме. И у него есть достаточно времени для того, чтобы принять решение. То есть устанавливая роботизированную ферму, мы сокращаем персонал, который работает на ферме. И у управляющего фермы появляется больше времени для того, чтобы принять верное решение. Робот – это автоматизация основных процессов. То есть, я как говорил, доение, перемещение коров, транспортировка молока, промывка оборудования. И все это происходит в автоматическом режиме. Робот – это выгодно, потому что робот подстраивается под физиологические способности каждой коровы. И он награждает корову доением в зависимости от продуктивности коровы. То есть, чем выше лактационная кривая, тем больше он разрешит корове подоиться. Если корова имеет продуктивность 50-70 литров, то она может заходить на дойку и доиться 4-5 раз в сутки. Если корова низкопродуктивная, она может отдоиться 2 раза в сутки. То есть, просто робот ее будет пропускать или вообще не пускать. В зависимости, какая система установлена. Если говорить о планировании доильных систем, есть системы со свободным входом-выходом животных, есть системы, которые имеют направленный поток движения животных. Системы с направленным потоком имеют более высокую производительность, порядка на 20-25% по сравнению с системой безнаправленного движения животных. Робот это выгодно и почему окупается этой системой? Потому что мы имеем гарантированно высокое качество молока за счет зоотехнической и единообразной правильной обработки в имени перед доением и физиологичного доения, потому что робот доит, там происходит по четвертное доение. И как только четверть освободилась, снимается доильный стакан. Для свободного трафика животных среднее количество доений на одну машину составляет 150 доений в сутки. Если мы имеем направленный трафик, то среднее количество доений составляет 170 в сутки. То есть это количество раз, сколько раз продует робот животных. Информация достоверная, точная, то есть счетчики сертифицированы, ИКАР существует. И для того, чтобы отслеживать и иметь хорошее здоровье у животных, существует так называемый индекс предотвращения маститов. Поэтому в роботизированных фермах уровень поражения маститом в стадии всегда меньше 1%. В последних модификациях роботах трехсотых стали устанавливать новый блок. Это Хёрт-навигатор, который контролирует процессы воспроизводства на ферме. За счет того, что анализируется молоко на количество прогестерона. Точность высокая в районе 96-98%. То есть робот определяет время охоты у животного, говорит, когда точно его нужно осеменять, предупреждает, если корова абортировалась, и позволяет сократить количество тех же исследований УЗИ, потому что через прогестерон он отслеживает статус животного. Вот на этой таблице показаны средние значения, какие показатели у робота. Вот здесь левая колонка – это мировой максимум. И вот средний результат в Российской Федерации и в мире. Как видите, робот-рекордсмен, это ВМС-300, с одной машины получает примерно 3,5 тонны молока. На этой ферме доится 89 животных. Количество доений в сутки 218. Средний поток молока 3,2 литра. А в обычных системах где-то 2,45. Александр Викторович, вы думаете, у кого у вас? Да. Суммируя, резюмируя, что я могу сказать. Чтобы робот был окупаемый, нужно поддерживать продуктивность стада не менее 10 тысяч где-то литров. И тогда все компоненты, о которых говорил Павел Александрович, факторы, их нужно выполнять. То есть высокое качество кормов и грамотный оператор должен работать с машиной. В этом случае мы получим окупаемость в современных условиях, так примерно в районе 5-6 лет. Существуют дополнительные опции в роботе. Это инновационная... Я пойду дальше, у меня минута. Камера упитанности, которая позволяет отслеживать степень упитанности животного в круглосуточном режиме. Всякий раз, когда после дойки корова проходит, камера сканирует животное и определяет банку упитанности. И эту кривую мы имеем в программе управления стадом. И можем вовремя отреагировать, если корова начала худеть или жирнеть. Новый блок также, который позволяет контролировать статус воспроизводства, это Хёрд-навигатор, он тоже сейчас устанавливается в роботе. И все эти блоки объединяют в единую систему программы управления стадом Дельпро. Спасибо, Александр Викторович. Время, время. Я втан. Ну, все-то да. Спасибо. Есть вопросы к Александру Викторовичу? Александр Викторович, вот на юге России роботы медленно внедряются. Это связано с тем, что у нас все-таки много людей в сельской местности еще проживает? Или как вот в этом? А оценили бы это? Ну, это связано с тем, что у нас крупные фермы, в первую очередь. У нас считается средняя ферма в районе 400-500 голов дойного стада. При этом тоже происходит укрупнение, тысячи есть сейчас, и двухтысячные, и шеститысячные. То есть это первый фактор. На крупной ферме, наверное, робот – это не приоритет, если мы говорим о действительно крупной ферме. Второй момент. Ну, конкуренция. У нас все-таки молокопроизводящий регион, один из лидеров. И конкурировать маленькому производителю здесь достаточно тяжело. Вот эти два фермера, которые купили роботов здесь, в крае, один из них ориентирован на агротуризм, второй ориентировался, это была его семейная усадьба, третий производитель сыров, поэтому он имеет высокую добавленную стоимость на молоке. То есть у нас люди вкладываются в бизнес тогда, когда бизнес окупается в горизонте обычно 4-5 лет. Ну, это такая ситуация. Соответственно, если мы говорим о других регионах… О, другие деньги, да? Да. Если мы говорим о других регионах, севере стороны, север-стороны, северо-запад, там уже такая ситуация, к примеру, Кировская область, где вообще нет рабочих рук. Вот лесная деревня, если есть субсидии, да, он поставил робота, и да, оно у него окупится за 6 лет, но он гарантированно работает, и он уже имеет деньги. То есть это источник заработка. И вот, допустим, наибольшее количество роботов сейчас где? Это, как я говорил, в север России, и также те регионы, где роботы субсидируются государством. К примеру, самая массовая роботизация в Калужской области, да? Там была целая программа правительства, она поддерживала фермеров, чтобы устанавливали роботы. Александр Викторович, вы сказали, что робот окупается, если продуктивность коров не меньше 10 тысяч килограммов. Он окупится и при продуктивности 8 тысяч, ну, очень долго, да? Это срок окупаемости вырастет там до 12 лет, там, до 10, вот в современных условиях. Это вообще будет неинтересно. А поголовье какое должно быть, чтобы можно было откладываться? А поголовье здесь такая корреляция. В среднем сейчас на роботизированных фермах порядка 60 голов. Если говорить о новых роботах В-300, там среднее поголовье 75 голов. Соответственно, ну, чем выше продуктивность, тем меньше поголовье, как правило. Допустим, если продуктивность будет, как в учхозе, так скажем, 12-13 тысяч литров, то и поголовье будет максимум 70 голов. А если робот первого поколения, так он вообще 55 только обслуживает. У него скорость пониже. То есть роботы рассчитаны на ферму, где маленькая поголовье, но высокая продуктивность. Да. Надо сказать. Скажите еще такой вопрос. Сколько человек требуется для обслуживания этой системы? Сервис роботу делает, как правило, сервисная служба поставщика. Стоимость сервиса годового, вот если брать все расходные материалы, и даже моющие, и резину, которую необходимо менять, и стоимость работы, нужно ориентироваться где-то на 600 тысяч рублей в год на одну машину. А в процессе доения человек должен присутствовать? Нет. Нет. То есть поставщик... Да, он сам работает. Также, когда мы создаем роботизированную ферму, очень важно правильно спланировать помещение. Потому что, в отличие от обычной фермы, в роботизированной ферме делаются более широкие проходы, удобные лежанки, стараются автоматизировать процессы уборки навоза, вентиляции, то есть, чтобы и шторы автоматически поднимались, и вентиляторы включались, тогда присутствие человека нужно только для раздачи кормов, предположим. Хотя и эти процессы можно сейчас роботизировать, ну, автоматизировать. Поэтому существует программа для телефона. Человек может удаленно видеть и понимать, что происходит у него на ферме. Поэтому присутствие не обязательно. Есть вопросы у вас присутствующих? Нет? Тогда, Александр Викторович, спасибо вам.